1941 год. Фашисты у стен Одессы. Больше двух месяцев оборонялся город. Мы помним об отваге и мужестве, о жарких боях, о днях суровых и беспощадных, о подвиге города-героя Одессы. Около 200 лет стоит этот город, задуманный как южное окно в Европу. Место было выбрано удачно. Одесса стала крупнейшим портовым и промышленным центром на Черном море. Порт всегда определял экономику города. А с ростом торговых связей страны Одесса становится крупной портовой агломерацией. Здесь, собственно, три порта. О специализации старого говорят названия. Хлебная гавань, Сахарный причал, Нефтяной мол. Но Одесская гавань мелководна, да и старых причалов не хватало. И близ Одессы был построен глубоководный Ильичевский порт, способный принимать крупные океанские суда. Здесь же действует морская паромная переправа Ильичевск-Варна. А недавно вступил в строй новый первоклассный специализированный порт Южный. Корабли Черноморского пароходства обретают вторую жизнь в доках Одесского судоремонтного завода. Он был основан еще в середине прошлого века. Тогда же возникла и джутовая фабрика. Сегодня это крупнейшее предприятие, выпускающее технические ткани. Одесса поставляет сельскому хозяйству три четверти всех тракторных плугов. Подъемные краны с маркой «Январец» заслужили добрую славу у нас в стране и за рубежом. Так же, как радиально-сверлильные станки и новейшие многоцелевые прецизионные станки с программным управлением. Но Одесса не только город-труженик. Песчаные пляжи, теплое море, лечебные грязи создали ему славу города-курорта. От морского вокзала знаменитая на весь мир лестница ведет к центру города. Зеленые бульвары, прямые улицы, четкие кварталы были распланированы еще при основании Одессы. Едва ли не каждая улица, каждое здание – история. Одесса поистине город-поэт. Здесь Пушкин писал свои южные поэмы главы Евгения Онегина, создавал крымские сонеты Мицкевич. За дирижерским пультом оперного театра стояли Чайковский и Рахманинов. А в наше время Одесса дала плеяду талантливых музыкантов, известных писателей, поэтов и ученых. В стенах университета и медицинского института работали Мечников, Сеченов, Пирогов и Павлов. Академик Филатов основал институт глазных болезней, получивший всемирную известность. Солнечный легендарный город, город-моряк, город-поэт, город-труженик, город-герой Одесса. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ